Здравствуйте! В эфире программа «Место происшествия». Каждый день я и мои коллеги рассказываем вам о главных происшествиях области и города. В студии Татьяна Караханова. Смотрите в нашем выпуске. Лобовое столкновение. Из-за лужи такси, врез вас в дерево, есть пострадавшие. Суицид на всеобщий праздник. Последствия алкогольной зависимости. А вино не ваше? Вино не ваше. Ты не ваше. Ты будешь в Питере? Я, ты не ваше. А? С днем рождения, любимый город, как отметили праздник калининградцы. Вынесли приговор. Точка в деле об ограблении ломбардов и ювелирных магазинов офицерами БАФ флота. Начнем наш выпуск с дорожной темы. На выходных в Калининграде произошла серьезная авария. На Советском проспекте автомобиль такси на мокрой трассе не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В итоге машина загорелась. Есть пострадавшие. Подробнее в первом материале выпуска. Это случилось в воскресенье 8 июля в 5 утра на Советском проспекте. Рено Логан ехал по дороге в районе 9 колонии, когда водитель из-за мокрого асфальта не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате столкновения машина загорелась. По словам очевидцев, водитель уже лежал на земле около Рено, а пассажир, который не был пристегнут, остался в горящей машине. Оба мужчины были без сознания. Водитель лежал, лежал у машины. Полез опять, видать, за документами. Не знаю. Не завис на пороге. Мы думали, потерял сознание или что. Вытащили, вытащили, и туда подали. Потом приели за пассажира. Вытащили пассажира. Машина загорела. Считанные секунды. Не успели. Еще два человека мне помогали. А как бы не успели бы вытащить. Если бы в одиночку, не успел бы вытащить. Очевидцы своими силами попытались потушить двигатель, но не смогли. Половина огнетушителей в их машинах оказались неисправными. Чтобы вытащить из горящего искореженного такси пассажира, людям пришлось согнуть верхнюю раму двери. Водитель сейчас находится в реанимации, остальных госпитализировали в БСМП. Минувшее празднование дня города не прошло для Калининграда бесследно. В полицию поступили десятки заявлений по поводу пьяных выходок горожан. Злоупотребление спиртным едва не лишило жизни 23-летнего молодого человека. Он вскрыл себе вены, но медики подоспели на помощь вовремя. Тревожный звонок в полицию из дома 11 по улице Герцина поступил рано утром 8 июля. Светлана просила спасти ее сына. 23-летний молодой человек после празднования дня города пришел домой в явном подпитии. Спустя время Светлана обнаружила его бессознание. Парень в ванной вскрыл себе вены. Он закрылся в ванной и никто и сказали не приедет. Употребляет наркотики? Откуда я знаю? Нет. Ну это же ваш что ли? Да нет, не употребляет. Но он был пьяный? Да. Сын пьяный. В свои столь юные годы сын Светланы нигде не работает и постоянно пьет. Женщина уже не знает, как бороться с пагубным пристрастием сына. Мы, конечно, так перепугались. Потом Света приехала, только она смогла его успокоить, дверь вышибла. Молодой человек потерял немного крови, его срочно госпитализировали в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает до очередной пьяной выходки. Татьяна Караханова, Максим Корничук. Специально для Местопроисшествия. На выходных среди отдыхающих калининградцев были и те, кто уже был не в состоянии отмечать 757-ю годовщину Дня Города. Пока одни распивали спиртное в общественных местах, другие мирно спали на полянах и городских тротуарах. Как его пакет? Мороженое он купил ребенку. И что теперь? А вино не ваше? Вино не ваше. Такую картину увидели полицейские на улице Фрунзе прямо рядом со зданием администрации. Мужчины мило расположились на скамейке и распивали спиртное. Так, по их словам, они отмечали День Города. Правда, позже показания поменялись. Это не наш. Ты будешь пить это? Я не буду. Я от меня снимаю. Мужчин попросили убрать спиртное и отпустили. А вот этого калининградца, который уже, видимо, отметил праздник, нашли на улице Большая Окружная. Прохожие подумали, что мужчине стало плохо и вызвали полицию. Выпивоха даже при сотрудниках органов продолжал вести себя неадекватно. Разбрасывал мусор и выражался нецензурной бронью. Выкинь шмоток. Мне отдохнуть нельзя. Вперед. Мне 70 лет. Поздравляю. Ты матом не ругайся. Я матом не ругаюсь. Я полковник. Вперед. Так ты генерал-майор или полковник? Ну, кто раз мне хочет? В машину проходим. Мужчину забрали в отделение. И даже там полицейским пришлось изрядно постараться, чтобы успокоить пьяного дебошира. Я еще раз говорю, встань туда. Проберу, конечно. Хотя на Краханова Максим Корничук специально для места происшествия. Четыре года колонии. Штраф полмиллиона рублей. В Калининграде осудили двух офицеров Балфлота, грабивших ломбарды и ювелирные магазины. Напомним, в феврале прошлого года по области прокатился бум нападений на ломбарды и магазины. Двое неизвестных с утра пораньше наведывались в точки и забирали все самое ценное. Бывшие командиры артиллерийской батареи и взвода радиационной защиты одной из войсковых частей Калининграда Владимир Весинович и Александр Уваев признали свою вину полностью и объяснили свой мотив финансовыми трудностями. С февраля по сентябрь 2011 года Весинович лично ограбил три ювелирных магазина и два ломбарда. Налет всегда совершался по одной и той же схеме. Когда в помещении не было посетителей, туда врывался человек в маске с увеситым булыжником в руке. Камнем преступник разбивал ближайшую витрину, выгребал оттуда лотки с ювелирными украшениями, после чего скрывался. Еще один ломбард в Калининграде Весинович ограбил вместе с Уваевым. Часть похищенного офицера успели заложить и продать. При задержании у преступников обнаружили 30 ювелирных изделий. Всего они похитили 175 золотых украшений на сумму 1 миллион рублей. Приговором Калининградского военного суда Весиновичу назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а Уваеву три года лишения свободы условно. Оба офицера лишены воинских званий. Суд также обязал Весиновича выплатить потерпевшим около 500 тысяч рублей причиненного им ущерба. Ювелирные изделия возвращены собственникам. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если именно вы стали свидетелем какого-либо происшествия или сами попали в беду, звоните в нашу редакцию по телефону 91-94-04 или пишите на наш электронный адрес канала 1-собака-мэл.ру. Напоминаю, проект «Место происшествия» выходит ежедневно с понедельника по четверг в 19.20 перед службой новостей «Город» и итоговый выпуск в пятницу в 19.15. С вами была Татьяна Караханова. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова